В пятницу губернатор Вологодской области сделал заявление по детскому саду на Ярославской. Сделано было во время пресс-конференции, которую губернатор устроил в посвященный Дню Печати День. Однако оказалось, что только одно лишь СМИ опубликовало эту новость, а у других СМИ почему-то ее не оказалось. Но самое главное, что заявил губернатор, и теперь жители переживают, что он полностью поддержал строительство детского сада, и что же при этом делать. Ну, давайте послушаем губернатора. Губернатор Вологодской области Губернатор говорит о том, что голосование по садику легитимно, и жители проголосовали большинством, а виноват во всем Варапанов, но условно он должен с этим разбираться. Губернатор Вологодской области Губернатор говорит о отношении между правительством Вологодской области, и об этом на оперативном совещании докладывал его заместитель. Но вызывают определенные вопросы реализация этих проектов в рамках двух детских садов в городе Вологде, по улице Гагарина и по улице Разина, поскольку на сегодняшний день у нас не решены вопросы с выбором земельного участка. Ну и, соответственно, этот вопрос находится на особом контроле в рамках контроля Департамента образования как города Вологды, так и Департамента образования Вологодской области. Спасибо. И получается, что сейчас нарушается как раз то самое соглашение с Министерством просвещения, и это не может не касаться непосредственно деятельности губернатора. Именно он обязан дать указание мэру Варапанову о том, что мэр должен это соглашение соблюдать и строить детский сад на улице Разина. Но и это еще не все. Вот, например, губернатор сам сомневается в том, что голосование легитимно или нелегитимно. Я считаю, что власть должна быть последовательной для приятных решений. Если власть решение принято, согласовав его с жителями легитимно или нелегитимно, то надо делать действия последовательной. Амминистрации и жаркости из коронавируса. Ну и помимо всего прочего, он нам говорит о том, что никогда не вмешиваются в деятельность местной власти, и все решения они должны принимать сами. А он якобы никогда такого не делал. И крайне редко, вот я не знаю, в принципе, я отменял решение принято на местное место. Вспомните, я брал, что я такие решения принято не принято. Однако напомним губернатору, что совершенно недавно он сам отменял стройку в Ковыренском парке. Выиграла уже подрядная организация проектная, и благодаря вашим обращениям я заключение контракта остановил. Почему-то без учета мнений жителей было выбрано место Ковыренского сада, и поэтому я считаю, что это решение моими коллегами было принято неправильно. Где как раз получается я обратил внимание на неправильные действия властей, идущие в разрез мнению жителей? Что касается других вопросов, то он отменял стройку власти, и все это делал как раз в пику решения местным властям, которые хотели строить, несмотря на мнение жителей. Поэтому, дорогие жители бывалого, не переживайте о том, что заявил губернатор. Не думайте, что ничего нельзя решить даже после его заявления. Конечно же, мы вместе с вами сможем объяснить губернатору, что он неправ, и мы вместе с вами отменим эту стройку. Тем более, что сейчас, могу напомнить, мы вносим изменения в генеральный план города Вологды. И вместе с вами внесем изменения и сделаем здесь совершенно другой объект. В первую очередь, зеленую зону. Субтитры создавал DimaTorzok